На этих кадрах одна из самых длинных рек в мире – Волга. Ее протяженность почти 4000 километров. Она проходит через 13 регионов и впадает в Каспийское море. Самара находится на Средней Волге. Николай Чернобровин раньше проживал неподалеку от набережной. Вспоминает, ежегодно в это время переходил реку по льду. Сейчас же все изменилось. Хотелось бы настоящей зимы. Волга всегда хороша, а вот зима-то не очень. Очень красиво, но необычно. Сегодня до правого берега так просто не добраться. Этой зимой в Самаре случилась настоящая весна. Начало февраля в Волгу хоть корабли запускай. В черте города Волга вскрылась полностью. Лед остался разве что у берега. И тот, что есть, не прочен. Однако опасность провалиться останавливает не всех. Самые смелые выходят на рыбалку. А вы не боитесь провалиться? Нет. А почему? Потому что таким, как я не боюсь. Большинство же такой завидной самоуверенностью не обладают и стараются держаться подальше от воды. У берега активно занимаются спортом, скандинавской ходьбой, катаются на лыжах. Причин у такого раннего половодия несколько. Забросы жигулевской ГЭС и повышение среднегодовой температуры, которая наблюдается в последние 30 лет. Этой зимой это особенно показательно из-за плюсовых дневных температур. Нет поступления холодного воздуха. Все, теплая погода с теплыми фронтами, с теплой воздушной массой приходится в Атлантике. И вот все время в этот зимний период у нас погода оттуда идет. Да, климат меняется у нас по цифрам. Мы видим, что идет перераспределение осадков между сезонами. Температурный режим в какие-то месяцы больше становится, выше становится, в какие-то месяцы ниже. Самарцам такие сюрпризы от погоды по душе. У природы нет плохой погоды, ребят. Ну, все же природа озорует. Приятнее вот смотреть так, когда что-то двигается, чем вот ветер и снег. Конечно, это зима на зиму не похоже. Такие природные аномалии не могут остаться без последствий для экологии. И не все из них позитивны. Обмен веществ у рыб, например, при повышении температуры воды ускоряется, что влияет на их рост и развитие. В привычных условиях в это время они должны быть в состоянии покоя. У некоторых видов может наступить ранний нерест. Хотя эксперты уверены, что на глубине реки, где зимуют хладнокровные, вода теплее не станет. Кроме того, чем теплее становится вода в реке, тем она токсичнее. И потому активизируются все химические вещества, которые попадают в Волгу. Глобальное потепление, оно несомненно идет. Ну, причину тут можно спорить. Антропогенные, природные или сочетание тех и других. Но тенденция к росту температуры прослеживается, устойчивая. Так что будет теплеть и дальше. Любое изменение климата, не характерное для сезона, оно всегда влияет на любую экосистему, и на наземную, и на водную. Весна в Самаре не только на Волге, но и по всему городу. Местами прослеживается даже зеленая трава. На деревьях появляются почки. Для растений такое потепление небезопасно. В конце недели синоптики обещают морозы местами до 20 градусов. Растения могут замерзнуть и погибнуть. На следующей неделе в Самаре градусник термометра снова окажется выше нуля. Морозной зимы в этом году уже не предвидится, говорят эксперты. Волга замерзнуть не успеет. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Мария Левина, Николай Сидоров.